Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию Ченнилинг Даниэла Скрентона. Что ждет человечество не за горами? Тимус, коллектив вознесенных владык, читает Лора. Благословение, мы Тимус, мы коллектив вознесенных владык. Мы пробуждаем в вас новые знания о том, кто вы есть на самом деле. Они на вы для вас, но во многом древние и даже не подвластны времени. Вы здесь для того, чтобы пробудиться, активизироваться, раскрыть то, что находится внутри вас. И именно поэтому сейчас самое захватывающее время для человечества на Земле, которое когда-либо было. Только представьте, сколько энергии и информации хранится в вашем физическом теле с его триллионами клеток. Подумайте о том, сколько опыта вы извлекаете из этой земной жизни вознесения. Вы здесь для того, чтобы завершить цикл. Цикл воплощений, умираний и перерождений в физическом теле на Земле. Для этого требуется много энергии. Таким образом, внутри вас есть много энергии, которым вы должны получить доступ. И еще больше энергии поступает, чтобы вдохновлять вас и напоминать вам о том, из чего вы сделаны. Все, что вы видите в любом из нас и в любой из жизней, которые мы прожили на Земле, также находится внутри вас. И вы активизируетесь, когда просто задумываетесь о том, что сделал такой человек, как Ешуа. Вы активизируетесь благодаря состраданию его Матери Марии, миру и мудрости Будды. Вы вдохновлены прожитыми нами жизнями. И с того места, где мы стоим прямо сейчас, мы можем призвать вас к тем же энергиям, которые мы смогли обнаружить в себе во время нашей земной жизни. Мы напоминаем вам о том, кто вы есть на самом деле. И призываем вас к тому, кем вы стали с тех пор, как прожили те жизни на вашей планете. Это действительно захватывающие времена, когда вы можете творить совместно с другими 8 миллиардами людей на вашей планете. И вы извлекаете пользу из того, о чем каждый из них мечтает. К чему призывает и что проявляет энергетически объединиться со всеми собратьями-людьми. Это так же мощно, как достичь всех нас в 12 измерении. Мы хотим, чтобы вы осознали, что вокруг вас есть могущественные существа, которых вы можете активизировать и черпать из них больше энергии. Вы предназначены для того, чтобы получать помощь свыше и помогать друг другу, поскольку это групповое усилие и всеобщее вознесение. И мы приглашаем вас увидеть, что ваши собратья-люди содержат в себе все то, что, как вы видели, мы делаем и чем являемся в нашей жизни на земле. И мы хотим, чтобы вы знали, что лучшее еще впереди. Лучшее, что есть в жизни на земле, не за горами для вас, и вы те, кто сознательно призывает к этому и соглашается с этим. И мы ценим каждого из вас в той же степени, в какой вы цените нас. Но мы видим в вас больший потенциал, чем тот, к которому мы имели доступ в своей жизни. И это вдохновляет нас на жизнь на земле в настоящий момент, в которой вы живете. На сегодня это все. Мы Тимус, мы коллектив вознесенных владык. И мы всегда среди вас. Маленькое дополнение, дорогие друзья. Очень много говорилось о слиянии. Очень много говорилось о единстве. И когда вы выходите за ограничения, вместе с 12 эфирными кристаллами, Эль, Радамир, Илая, Гелиус, Мерлин, Тара, Сарасвати, Шива, Сириус, Астрея, Краюн, Елисей. Вы вышли за ограничения в 13. Вот тогда вы соединяетесь с цивилизацией Тимус. Не случайно наша вилочковая железа называется Тимус. И она является капитаном нашего корабля. Вашему вниманию коллектив вознесенных владык предлагает объединиться с ними. То есть принять их энергию. Это в наших с вами силах, если мы понимаем, что такое расширение. И если мы идем навстречу. Если мы открываем свое сердце. Если мы действительно желаем контакта. Если мы действительно желаем ченнелинга. Если мы действительно желаем познать самих себя. Кто же мы такие здесь на земле. Если я скажу, что мы являемся богами. Но эту энергетическую составляющую нужно вернуть себе. И это возможно сделать через расширение. Через любовь к себе. Через принятие. Через единство сущего. Когда мы понимаем, что все едино и неделимо. Когда мы понимаем, что все состоит из элементов. И вот синтезируясь, эти элементы превращаются в какие-то материальные вещи. С вами в единстве сущего.